всем добрый день на связи александр янюк и команда твт эксперт сегодня мы подведем итоги торговой недели посмотрим на то интересное что происходило в мире погнали и так судя по корреляции мы мы видим что активы начали показывать самостоятельность против американского доллара это значит что американский доллар находится во флетовом движении потому что когда индекс доллара двигается трендово то и все остальные активы практически все практически всегда двигаются тоже в трендовом направлении и вот в моменты когда индекс доллара консолидируется вот тогда активы имеют потенциал имеют возможность показать что-то свое что-то особенное вот поэтому давайте посмотрим на американский доллар мы видим что он застопорился на локальных минимумах мы видим что вот эти большие распродажи по маркету они не увенчались успехом и актив продолжает стоять в текущем диапазоне лично я в понедельник рассчитывал на то что произойдет техническая коррекция и на фоне этой технической коррекции цена поднимется чуть повыше на ближе к уровню который до этого был поддержкой но импульс восходящий был остановлен и в целом цена просто двигается в бок плавно дрейфует вправо вот и все то что мы остановились то что не падаем это уже хороший признак это признак того что есть кому есть те кому интересно внизу подбирать американский доллар по текущему ценам и поэтому он не проваливается дальше давайте посмотрим на другие активы против американского доллара значит европейская валюта сразу хочу сказать что практически по всем валютам мы будем видеть вот такой открытый интерес это связано с тем что скоро уже экспирация многие участники переходят с текущего фьючерса на следующий и поэтому открытый интерес логически да вот так поэтому он падает сейчас особого внимания на него обращать не стоит связано это не с тем что участники покидают позиции все закрывают нет они просто их переносят на следующий контракт чтоб не попадать на экспирацию поэтому открытый интерес я буду убирать по европейской валюте лично я рассчитывал на то что евро сможет сможет упасть вот рассчитывал на это за счет того что мы видели и вверху достаточно серьезный маркет покупки вблизи локальных максимумов плюс заседание европейского центрального банка которое было в четверг у меня записи по поводу заседания ецб ецб увеличил ожидаемо увеличил объем qe еще на 500 миллиардов евро и сейчас она достигает 1 и 8 триллионов и это плохая новость для европейской валюты потому что будет размывать стоимость активов но но участники не так пурно отреагировали на это потому что они понимают что на следующей неделе будет заседание фрс и если фрс тоже увеличит объем выкупа активов если они примут пакет помощи то это выровнивай выровняет чаши весов и тогда объемы выкупа активов будут плюс-минус в пропорции и вот если там будет перекос например например фрс не изменит объем да вот тогда европейская валюта начнет падать я не помню когда именно мы с вами начали говорить о том что достаточно существенный перекос это было если не ошибаюсь где-то в марте может даже феврале где-то там по поводу перекоса объема выкупа активов фрс и ецб вот в тот момент фрс начали больше печатать денег да для того чтобы побороть пандемию возобновить экономику как бы помочь ей восстановиться и вот в этот момент евро тоже начал расти вот это фундаментальные факторы которые влияют на ценообразование и сейчас вот эти огромные конгломераты финансовые они принимают решение по поводу того сколько денег еще они будут печатать если фрс будет печатать больше чем ецб если они еще увеличат свой объем печатания денег то евро еще подорожает но если фрс сильно не изменит то евро упадет просто потому что его печатают больше да чем больше становится актива в предложении тем дешевле он будет ецб выгодно увеличивать объем выкупа активов за счет того что они экспортно в целом да больше экспортом занимаются чем импортом соответственно им нужно более дешевая национальная валюта ну не национально более дешевая валюта в обращении на международных рынках тогда у них будет конкурентно дополнительное конкурентное преимущество поэтому по евро смотрим ждем пока что как вы видите флетовое движение вместе с американским долларом и это связано не с тем что нету драйверов для падения это связано с тем что ждут что же скажет фрс какие решения там будут приниматься поэтому до 16 декабря до заседания фрс я не думаю что евро сможет показать какой-то не знаю либо восходящий тренд либо нисходящий тренд то есть продолжим двигаться в текущем боковике есть конечно факторы которые на это могут повлиять но это чуть чуть позже мы сейчас поговорим швейцарский франк а по евро по евро у меня была только одна сделка на этой неделе это такая не супер самая красивая это у нас пин-бар до свеча в виде пин-бара здесь чуть-чуть большое тело но в целом объем весь сосредоточен верхней части свечи и по профилю среднего проторгованного объема который я беру чаще всего за два ну за за две торговых сессий может иногда за три то здесь мы видим что в основном вверху были маркет покупки и вот когда в рынок влетает последние покупатели вот тогда и цена разворачивается плюс здесь еще была небольшая дивергенция сделка из 10 на на 6 где-то вот но в целом отработала себя неплохо позже никаких хороших точек для себя я не находил хотя и были отличные дивергенции были прекрасные ситуации но именно точки входа к сожалению не наш не находил по швейцарскому франку тоже я искал short я ждал того что швейцарец будет падать быстрее чем остальные валюты если американский доллар будет расти но американский доллар не рос он находится во флете а вот швейцарец продолжает двигаться вверх и для меня это отличная ситуация потому что на текущий момент швейцарец более переоценен ситуация в швейцарии с точки зрения фундаментальных показателей не самая лучшая еврозоне соответственно на текущий момент цену за затаскивают вверх за счет того что там дефляция и хранить деньги в швейцарских франках более выгодно плюс это типа аля защитный актив поэтому швейцарец на фоне этого вялого спроса продвигается чуть повыше чем выше он заберется тем более красивая точка у нас появится на short ну и более среднесрочная не сходил он здесь чуть-чуть пониже вот буквально low перебить и появилась бы отличная точка спреда на схождение к британец против швейцарца две недели назад я об этом говорил 2 или даже уже может и 3 но не сходил а так бы отличнейший спред был прям супер австралиец австралиец конечно в начале недели порадовал вот этим проливом к уровню объема да здесь он застопорился и как бы пошел в коррекцию но это вот видите только-только мы подошли к максимуму чуть-чуть его перебили и сразу вниз но это медвежий сигнал не смогли пробить но позже появились драйверы какие-то движения и австралиец меня вынес то есть трейд был достаточно хорошим половину пути прошли да здесь если потенциал был то так 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 практически достигли того уровня того уровня этого наименьших выплат по опционам в принципе соотношение один к двум было но я не стал фиксировать это более среднесрочный трейд поэтому дожидался либо той к либо стопа и вот вы видите что получилось поэтому здесь была наверное ошибочка нужно было быть часть объема прикрыть при достижении уровня объема когда вот здесь у нас уже появилась такая свеча похожая на pinbar объема там не супер много дивергенции не было но в целом мы видим что на уровень объема отреагировали хорошо то есть закрепились выше уровня объема даже на часовом таймфрейме и вот здесь можно было быть часть какую-то покрыть и если что потом перезайти но но есть что есть это вывод на будущее по японской иене по японской иене я рассчитываю на пробой верхней границы вот этого текущего флета перед тем как сходить вниз и вот мы уже сколько времени топчемся вблизи этого уровня объема вот здесь вот здесь вот четенько его отрабатываем и все-таки я жду вот такого пробоя вот такого сценария и вот здесь я уже буду присматривать точку входа в шорт вот когда соберут всю эту стоповую ликвидность может здесь будет и повыше вы нас до чтобы и обновить вот этот локальный хай вот здесь может появиться . но в любом случае я буду ждать выхода из этого из этой консолидации если она произойдет вниз ну окей тогда без меня но если произойдет вверх и я там буду видеть хорошее накопление вот тогда поработаю в шорт британский фунт тоже порадовал на этой неделе на предыдущей неделе и в понедельник я говорил что буду присматривать шорт идеи среднесрочные шорт идеи для себя вот в понедельник он отлично провалился это я конечно же пропустил вот после этого я рассматривал для себя и ждал точки входа в шорт вот это агрессивная покупка вот прям максимально агрессивная рыночная активность на покупке она прям меня сильно насторожила и поэтому я искал в точке входа в шорт более активно и к сожалению их здесь не было не было не было и появилась точка вот как раз вблизи локального хая что меня сильно привлекло это достаточно красивая дивергенция вот когда кумулятивная дельта по количеству хорошо растет а по объему хорошо падает вот эта область в которой нужно сосредоточить максимум внимания плюс вот эта свеча да где вот здесь вот эта свеча вы посмотрите где в основном сосредоточен объем то есть если мы посмотрим свечную дельту вот мы видим что здесь много пытались покупать но под конец уже задавили то есть это уже была первая реакция продавцов на текущие цены то есть отметка 134 5 стала интересной для того чтобы ее защищать продавцам и позже появилась хорошая нехорошая хорошая ситуация до в шорт это у нас свеча с достаточно серьезным объемом проторгованным верхнем части свечи и плюс по профилю среднего проторгованного объема мы видим что это один из самых больших перекосов за последних там два дня появился и как раз таки это стало хорошей отправной точкой для небольшого шорт сценария цена конечно пошла намного дальше но учитывая те баталии которые сейчас происходят по переговорам до борис джонсон встречался с представителями и с они там что-то обсуждали сначала вышли новости о том что пока не могут договориться и скорее всего борис джонсон заявил что скорее всего британия будет выходить без сделки потом вышла новость о том что вроде как лед начал таять и вот-вот уже договорятся но перенесли до воскресенья решение лично я считаю что если они до сих пор не договорились то они не смогут договориться поэтому поэтому британец и падает все понимают что достичь компромисса консенсуса для них будет сложно британия покидает союз а британия там не последняя страна была вот и и на фоне этого я считаю что нисходящее движение еще продолжится потому что многие закладывали что все-таки сделка будет вот это распределение объема которое происходило на локальных хаях чаще всего когда у нас тренд восходящий на вот посмотрим тренд восходящий и вблизи максимума у нас увеличивается волатильность это один из звоночков того что будет разворот то что было и по биткоину в том числе так поэтому по британцу нисходящий приоритет сохраняется при появлении точек входа в шорт буду их рассматривать буду их торговать а вот лонг идеи пока буду пропускать новозеландец продолжил двигаться в боковике пока ничего интересного здесь не происходит мы не пробиваем верхнюю границу не пробиваем нижнюю останавливаемся лично я ждал что новозеландец может все-таки скорректироваться уровню объема за декабрь семнадцатого года в принципе сохраняется еще такой потенциал но времени остается все меньше и меньше потому что уже на следующей неделе с большей вероятностью будет переход на следующий контракт он станет более ликвидным чем текущий и тогда уже мы перейдем вот поэтому по новозеландцу пока тоже шорт приоритет сохраняется вот такие истории а уже на следующей неделе мы проанализируем соточеты посмотрим какие действия были у крупных спекулянтов у хеджеров в этом диапазоне и тогда уже сможем принять более грамотные взвешенные решения и канадец по канадцу опять же открытый интерес видите как падает это это не уход из актива это переход на следующий контракт вот по канадскому доллару все таки сохраняю свои обычае настроение здесь потенциал роста еще есть нефть дальше двигается к 50 и вот еще на несколько долларов приблизилась к этой отметке поэтому и канадский доллар он чувствует поддержку с этой стороны как сырьевая валюта поэтому и спред между новозеландцем и канадцем он все еще сходится по чуть-чуть до медленно но уверенно он продолжает сходиться все-таки в этом в этой истории стоит дожидаться полного схождения при исхождении до среднего можно закрывать часть объема а дальше уже буду ждать полного схождения посмотрим насколько длительным будет этот трейд мексиканский псу тоже достаточно серьезно скорректировался вот по мексике так это вот канадский доллар с коррекции рассматривал он в принципе так и произошло и вот мексиканский псу можно рассматривать при обновлении локальных минимумов вот там стоит посмотреть на появление точек входа в лонг когда у нас будут появляться вот плюс-минус похожие истории вот красивый кстати пин бар вот такие истории когда у нас будут появляться на локальных минимумах при обновлении предыдущих экстремумов вот так вот это будет интересно потому что в таких случаях я понимаю что собрали ликвидность чью-то так под каждый минимум есть чей-то стопик и вот под некоторыми некоторыми экстремуме сосредотачивается достаточно большой объем ликвидности и прямо охотятся за этой ликвидностью поэтому по мексиканскую в принципе еще посматриваю и буду вот выжидать вот здесь его вот здесь где-то там может быть интересно зайти дальше bitcoin и у нас bitcoin bitcoin сделал не то что я хотел но в принципе хоть и показал что он будет это делать то есть я рассматривал продолжение во флетовом вот этом сценарии но в момент вот 8 числа до ближе к закрытию 7 8 числа я это уже видел конечно 8 я увидел что накопили дельту положительную вот здесь почти 300 контракта на 283 все что выше 200 250 для меня это такой звоночек один из признаков а посмотрите на спот рынок может там есть хорошая точка входа шорт потому что когда на фьючерсах набивается 200 250 контрактов в лонг вот тогда стоит присматривать шорт вы можете это понаблюдать на истории я как-то подводил статистику если я не заворачивалась не сразу это не означает что прям вот этих отметок все пойдет вниз нет нужно дождаться появления точки входа то есть либо пин бара с большим объемом проторгованным хвосте либо и чеки и вот тогда уже использовать эту точку входа вот я не досидел конечно сюда не знал что он так сильно провалится моя цель была более более реалистично для меня на тот момент это 18 100 вот но цена провалилась и сразу пошла намного ниже вот мы видим что спрос на bitcoin спрос не имею ввиду на спотовом рынке он снижается и основная лимитная поддержка сейчас находится на отметке 17 100 17 200 вот в этом диапазоне если на спот рынке пройдут эту отметку то тогда уже там потенциал падения достаточно большой но лично я рассчитываю покупать с этих отметок вот диапазон 17 17 200 вот в этом диапазону не буду присматривать для себя как минимум спекулятивный лонг дальше нефть продолжает меня радовать продолжает радовать тем что продвигается все ближе и ближе к отметке 50 до конца года осталось не так много но и не так много осталось для того чтобы достичь эту отметку неплохая ситуация была вот здесь внутри недели то есть у нас во первых на падении мы видим достаточно серьезную контратаку покупателей это первое и лично я выжидал что здесь появится где-то на обновлении вот этого минимума цену зачем-то двигали вниз да вот там появится и че в ти либо большая проторговка и распродажа но к сожалению этого не появилось высматривал и смотрю к сожалению но вот трейд пошел отличнейший и вот здесь была неплохая ситуация вот здесь да мы тоже видим небольшую контратаку покупателей но здесь как каком масштабе смотреть вот так-то она сущен более существенное мы видим распродажу вблизи уровня объема то что цена закрывается прямо на уровне объема основной объем внизу и и контратака вот это стало хорошей отправной . для коротенького спекулятивного ланга здесь и стопик был достаточно короткий потому что в основном объем уже есть уже проторговали и это это объем как раз находится вблизи вот этих пробойных и чевки плюс уровень объема то есть все было красиво короткий спекулятивный лонг но конечно же сильно она не пошло да то есть когда вот здесь появляется и здесь не комфортно входить то она прям полетела когда здесь появляется точка на продолжение движения то она так сильно уже не идет золото то по золоту особо ничего интересного не происходило то есть она чуть выросла чуть упала все на новостях все очень быстро и до этого никаких точек для себя не находил вот здесь единственное что я чуть-чуть вмазался это у нас дивергенция мы видим две вот этих свечи после вот этой первой свечи где в основном много объема вверху проторговалась появилась еще одна плюс минус похоже и все это вместе с контратаками и для меня это была интересная точка входа в шорт но к сожалению вот здесь по без убытку я ее и покинул хотя сходила но хорошо в принципе но но там пересиживать было много для того объема который я взял золото пока что ничего не могу сказать по нем учитывая то что пакет стимулов уже вроде как вот-вот будет договорились конгрессмены по поводу согласования 900 помощи в размере 908 миллиардов долларов это конечно не 2 и 4 триллиона не три с половиной как должны были принять поэтому есть некое разочарование инвесторов но все-таки поддержку для золота это окажет потому что новые деньги свежие напечатанные будут разводнять стоимость американского доллара и это поддержит котировки золота поэтому по золоту у меня пока что бычий настрой и внутри недели присматриваю его также с большим приоритетом в лонг вот здесь прямо вот красивенные дивергенции были до хоть бы один и чертик здесь хоть бы один пин бар было бы замечательно так и последнее из сырья этому медь посмотрим медь сделала прям фух такой вы нас прям бух не появилась точка входа мы видим что здесь не было дивергенции вот здесь появилась дивергенция уже на локальных вблизи локальных и но но я не нашел там ни одной точки входа для себя то есть меня интересует образование красивого пин бара с большим объемом потому что это сырье здесь чаще всего появляются такие ситуации но вот не появилась и вот здесь еще и вы нас такой был ночью прям вау но если посмотреть более старший таймфрейм то мы видим что здесь достаточно серьезное накопление вот здесь собрали все-таки собрали давайте еще посмотрим свечную дельту что у нас там происходило да мы видим что на локальных хаях больше покупали вот это то о чем я с вами говорил то есть вот здесь это там больше продавали да вот здесь накапливали продажу и вот те кто здесь накапливал продажу вот здесь они откупились по И это и есть хорошая точка, хорошая ситуация для похода вниз, то есть все уже собрали, стоповую ликвидность набрали, топливо есть, можно двигаться вниз, поэтому буду присматривать и дальше буду ждать образования точки входа в шорт. Конечно, здесь локальный хай далековато, то есть если заходить даже среднесрочно, то здесь большой стоп будет, прям огромный, даже для среднесрочной позиции, но как внутри дня может с обновления вот этого, вот здесь, вот этой проторговки, да, либо вблизи этой проторговки будет дивергенция, пинбар, HFT и тогда погнали вниз. И фондовые рынки, да, по фондовому рынку, так, где у меня здесь, окей, по фондовому рынку у меня где-то вот здесь был шортик, да, его здесь благополучно вынесли и конечно же упали, то есть классика жанра, стоп сработал и пошли дальше в нужную сторону. Это означает, что нужно взять было чуть меньше объема, чуть подальше стоп и если что добрать позицию чуть повыше. В принципе, как и по австралийскому доллару, здесь тоже можно было такое сделать и частично зафиксироваться. Так, по фондовым рынкам. Первое, конгресс принял закон о делистинге китайских компаний, да, и в ближайшее время они будут проходить более жесткий финансовый аудит, и те, кто не будут его проходить, те будут убраны из листинга. Это неприятная новость, неприятная. Дальше, бизнес-активность в США, она выросла за последний, ну, за ноябрь. Это достаточно положительное для фондовых индексов. Плюс согласовали пакет помощи, плюс, плюс, плюс вакцина Pfizer. Она получила зеленый свет от экспертов. Это означает, что, ну, достаточно влиятельные эксперты различных органов, они сказали, что 16 против 1 проголосовали, что вакцина эффективная, ее можно использовать для людей старше 16 лет. То есть там больше пользы, чем вреда. Вот, это достаточно позитивные новости для фондового рынка. Негатив это в том, что Pfizer не сможет поставить 100 миллионов доз в ближайшее время, только 50 может. Это первое. Второе, то, что пакет помощи намного меньше объем, чем ожидали. И в цену уже заложили, то, что будет 2-3 триллиона. Вот, то есть Трамп говорил, что если его изберут, то это будет самый большой пакет помощи в истории. Но пакет помощи, ну, даже не на триллион. То есть это значительно меньше, чем все ожидали. Как минимум на процентов 40 меньше, чем ожидали. Соответственно, я считаю, что фондовые рынки на этом фоне будут снижаться. Я не жду там колоссального какого-то падения, но снижение вплоть до вот этих ближайших поддержек может произойти до 18 декабря. Потому что 18 декабря будет огромная экспирация опционов, фьючерсов и всего, чего только можно. Поэтому к этому времени есть все шансы достигнуть уровня наименьших выплат по опционам. Да, может не прям вот сюда. Это 3-400 практически. Серьезное будет падение. Но плюс-минус в область вот сюда я рассчитываю. Поэтому я и дальше удерживаю свою опционную позицию по путам. В принципе, там нечего уже закрывать сильно. Неделя осталась до экспирации. Посмотрим, что там произойдет. Окей. Так. ОПЕК. Последнее. ОПЕК все-таки утвердили. Утвердили рост добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. И это позитив для рынка. Потому что рассматривали как минимум увеличение на 1 миллион. Но то, что увеличение будет не таким большим. Учитывая то, что экономики восстанавливаются. И спрос на нефть продолжает расти. То в текущих условиях мы можем увидеть дефицит. Даже при текущих ценах. И к чему я это веду. Что эти новости, они по поводу дефицита. По поводу восстановления спроса. Они не поступали в рынок, когда нефть была по 30. Они начали поступать, когда нефть уже почти по 50. И потенциал хода остается очень ограниченный вверх. Поэтому я считаю, что с лонгами среднесрочными стоит быть аккуратными. То есть мы уже вблизи цели. Там 47 с хвостиком уже было. До 50 уже рукой подать. Бренд уже перебили эти отметки. 50. И в ближайшее время я рассчитываю, что будет коррекция. Но вот нужно добраться до отметки 50. Ну посмотрим. Посмотрим. Моя цель 50 к концу года. Будет видно. Так. В принципе на этом все. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать в комментариях под этим видео. Либо написать в телеграм. Все. Без проблем. И в оперативном режиме постараемся вам ответить на эти вопросы. По сырьевому рынку. Вот еще вспомнил. Что я рассчитывал. Биткоин. Это у нас медь. Вот. Газ. По поводу газа. Мы в понедельник с вами говорили, что если свечат действительно здесь закроется. С объемом внизу. На больших продажах. То это будет хорошая покупка. Потому что с гэпом вниз. Достаточно серьезный объем. Уже тогда был. В понедельник. Когда мы с вами рассматривали. И вот здесь. Отличная продажа была. Я ее пока удерживаю. То есть. Ближайшая цель. Это достигнуть отметки открытия текущего фьючерсного контракта. Посмотрим конечно. В четверг еще выйдут данные по поводу запасов США. Они могут чуть-чуть подвинуть рынок. Но в целом пока что все двигается хорошо. И в принципе по всем остальным рынкам плюс-минус ситуация остается отличной. Прогнозы идут в нужную сторону. Всем счастливо. Хороших выходных. Отлично отдохните. Не знаю. Насладитесь текущей погодой. И до встречи на следующей неделе. Счастливо. Продолжение следует.